Смотрите прямо сейчас в программе «Детали недели». День рождения Сыктывкара. И празднуем день города. Что помимо елки в подарках от городской управы? Новая психология потребления. Самое главное – маркетинг грамотно выстроить. Когда спрос рождает неожиданное предложение. И кому нужен такой праздник? 1 июня как возможность напомнить, что и у детей бывают недетские проблемы. Добрый вечер. На телеканале Юрген «Детали недели». Вначале о наиболее заметных событиях. Слово Ани Зубаревой. В Коме будет создан Центр для консультативно-методической помощи родителям. Республика выиграла грант на это в 7,5 миллионов рублей. На лосиной ферме в Якше стало на одного лосенка больше. Здесь приютили найденыша из соседнего Усть-Коломского района. Обнаружила юного хозяина леса одна из жительниц. Когда утром она вышла на улицу, то увидела необычную картину. Прямо на кломбе с цветами лежал лосенок. После он был немедля перевезен в свой новый дом. В преддверии дня социального работника Сергей Гапликов вручил государственные награды и почетное звание 27 самым лучшим специалистам в этой сфере. Свой профессиональный праздник 8 июня в Коме будут отмечать более 4 тысяч человек. Меценат из Айкина Евгений Попов посмертно удостоен премии «Человек-года» на международном фестивале «Лайм-19». Напомним, пенсионер из Усть-Вымского района передал миллион рублей реабилитационному центру для несовершеннолетних. Скромный дедушка копил эти деньги с 1954 года. 2021-му санаторий «Северное сияние» в городе Саки должен стать лучшим среди здравниц Крыма. Такую задачу перед правительством региона, в собственности которого находится 100% акций санатория, поставил глава республики. Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Коме получит современное оборудование. На эти цели из федерального бюджета выделено более 200 миллионов рублей. Открытие обновленного центра назначено на конец этого года. Издатели Коме представили свои труды в самом сердце Москвы на пятом книжном фестивале «Красная площадь». Хитом продаж оказались сборники «Коми. Пословицы и поговорки», «Коми. Народные сказки и яркие раскраски о республике». Сергей Гапликов возглавляет делегацию Коми на 23-м по счету Петербургском международном экономическом форуме. Программа из четырех тематических блоков. От мировой экономики в поисках баланса и технологий будущего до реализации целей национального развития. Из Сосногорска в Сыктывкар прибыла первая партия огурцов из нового тепличного комплекса. Чиновники от аграрного сектора могли лично оценить итоги тестовой посадки на главной сельскохозяйственной строке последних десятилетий. К столетию Коми появятся памятные монеты. Планируется отчеканить три тысячи трехрублевых серебряников. В ближайшее время будет разработан и утвержден эскиз. Санкт-Петербургский экономический форум, который проходит в эти дни, уже дает ощутимые для республики результаты. В их числе и подписанные соглашения с компанией «Лукойл» в части реализации национальных проектов и модернизация электросетевого комплекса, который планирует у нас компания «Россети». Очевидно, все эти инвестиции крайне необходимы экономике региона. Между тем, на предпринимательском рынке Коми замечены существенные изменения. Торговля уже не развивается прежними темпами, а вместо нее растет сфера услуг. Особенно это чувствуется в Сыктывкаре, говорят эксперты. И это не только бытовые услуги. Сегодня прежде всего как никогда востребовано дополнительное образование. Причем как для детей, так и для взрослых. У последних сейчас очень популярны обучающие тренинги. Елена Кононова продолжит. В свое время люди вкладывали деньги в недвижимость, имущество, золото. Сегодня же ценности кардинально изменились. Теперь модно инвестировать в себя, свой профессиональный и личностный рост. Все для того, чтобы быть образованным, успешным и конкурентно способным на рынке труда. Конечная цель – хорошая должность или собственный стартап-проект и, как следствие, возможность хорошо зарабатывать. Спрос на самосовершенство не рождает предложения. И вот уже все больше в стране становится тех, кто готов учить ростей профессионально и материально. Это так называемые бизнес-тренеры и коучи. А спектр их специализации необычайно широк. Как правильно худеть, писать, говорить, отдыхать, читать мысли и даже заработать миллион. Разумеется, долларов. Ни больше, ни меньше. Потому что не он найдет эти деньги, его план найдет. Вынимайте, вам надо позаботиться всего лишь о плане. Деньги сами появятся. Вы будете в шоке, как это работает. И люди даже готовы отдать большие суммы, чтобы их правильно прокачали и дали столь нужную мотивацию. Один из примеров нашумевший тренинг известного ведущего мотивационных семинаров Тони Робинса. В московском спорткомплексе Олимпийский он собрал более 22 тысяч человек. При этом за билеты люди выложили от 30 тысяч до полумиллиона. Россия. Спорткомплекс Олимпийский. 1 сентября. Вместе с Тони Робинсом. Это нас диджикей. Сегодня мода на саморазвитие дошла и до Коми. Сыктывкарка Марина Делкова – профессиональный бизнес-тренер и эксперт по женственности. Девушкам она помогает повысить собственную самооценку, а предпринимателю учить деловому этикету, грамотно вести переговоры. Здесь, прежде всего, Марина делится своим собственным опытом. Она более 10 лет в сфере торговли руководила отделом продаж. Поэтому знаний накопила достаточно для того, чтобы передать другим. Это произошло очень просто. Когда люди, с которыми я работала, приглашали меня в компании, например, и просили меня дать консультацию. А как сделать эффективнее отдел продаж? А как сделать другое? Я просто консультировала, говорила, что я бы сделала вот так, а я бы сделала вот так. И в какой-то момент я поняла, что это круто, мне нравится давать людям то, что у меня есть, тот опыт накопленный. В Москве отучилась на тренера. И здесь открыла свой центр. Сегодня сама пишет тренинги и программы. На каждое занятие собирает полные группы. К ней приходят даже те, которые в целом довольны своей жизнью, но надеются найти в себе что-то новое. У меня двое детей. Всегда ходили на мастер-классы в их сфере. Делать пиццу, делать мыло, делать что-то там еще. Никогда не думала, что есть какие-то мастер-классы для женщин. То есть даже не узнавала. А тут посоветовали, позвали, пригласили. Стало интересно. Почему бы не попробовать? Конечно, такие тренинги можно и в интернете найти без труда. Благо, их достаточно и даже бесплатно. Тем не менее, большинство предпочитает прямое общение с мастером. Мне еще важна обратная связь. Например, по ораторскому мастерству есть много книг, много мастер-классов. Но мне нужно, чтобы специалист на меня посмотрел, как я говорю и правильно ли я делаю это. Я, может, думаю, что я вообще шикарный оратор, начитавшись книг дома и ничего не делая, не выступая и ничего. Профессиональные коучи сегодня особенно востребованы среди бизнес-сообщества. Тем более, если имя мастера известно на всю страну. В ноябре прошлого года в Сыктывкаре представителей социального предпринимательства учил о зам жестких переговорах московский тренер-консультант Сергей Кулыгин. По словам автора «40 методик для бизнеса», очень часто коммерсантам приходится сталкиваться с разными сложными переговорами. И не всегда они умеют защитить себя. Умение противодействовать этому формату переговоров, умение вести переговоры – это основная цель. То есть дать людям инструмент, чтобы если вдруг они столкнулись с таким форматом воздействия, они могли эффективно ему противодействовать. Очень понравился тренинг по жестким переговорам. Обязательно будем использовать. Уже будем знать, когда идем на переговоры, какие к нам методики используются. Будем знать, как дальше реагировать. Это хорошо, когда человек за свои деньги получает тот результат, на который рассчитывает. Но в последнее время по стране развелось много лжетренеров, потому как это один из способов сработать легкие, быстрые деньги. При этом особо вкладываться не надо. Мошеннику, у которого язык хорошо подвешен, не составит труда заставить людей поверить в него. Главное знать правильные слова, такие как «начни», «верь в себя», «успех внутри тебя», «идеи вокруг нас». Самое главное – маркетинг грамотно выстроить, привлечь население, записаться. Создают красивые лендинги, сайты, люди выкладывают на самых престижных площадках информационных и в социальных сетях, призывают отзывы. Конечно, это все подкупают людей. Все хотят сейчас быть успешными, продвинутыми. Они думают на будущее, за будущее своих детей, поэтому люди хотят. Но это хорошо, когда вы придете на тренинг и вы получите все то. А вы можете прийти и вообще не получить, а наоборот вас будут зомбировать на другую какую-то информацию. В КОМИ таких проходимцев нет, уверяют специалисты. Но нет гарантий, что они не появятся. Сегодня эта услуга пока никак не регулируется, отмечают эксперты. Но надеются, что когда будут принимать закон о социальном предпринимательстве, для тренингов и коучингов найдется в этом документе своя строка. А пока же надо быть начеку. И если уже решились заняться своим личностным ростом, то прежде надо убедиться, что перед вами действительно профессиональный тренер, а не про хвост, который вместо прокачки мозгу попросту выкачает из вас деньги. На неделе в Сыктывкаре в присутствии иностранных дипломатов открылся револьт-центр. Его организаторы официально позиционируют центр как независимое культурное пространство. Дескать, гражданская позиция теперь будет где собраться, но не с политической повесткой, а именно с культурной. А зарабатывать здесь будут только за счет продажи кофе и аренды помещений. Наша съемочная группа выяснила, что это далеко не так. Максим Васильев продолжит. Не самый примечательный снаружи, с этаким хипстерским минимализмом внутри. Бирюзовая цветовая гамма на стенах, не всем и каждому понятные фото и коллажи. Они называют это независимым культурным пространством, ну или местным для своих. И в самом деле обычному жителю здесь будет скучно. Даже в баре выбор, ну очень простенький. Наплыва посетителей здесь никогда не было, да это, похоже, никому и не нужно. Те, кто читает постмодернистскую литературу, увлечен артхаусом и слушает музыку, мало кому понятно, в Сыктывкаре немного. Здесь проходит достаточно много выставок, разных культурных мероприятий, образовательных мероприятий, таких событий, которые объединяют людей. И в принципе мы такую, не знаю, молодежную, общественную повестку здесь актуализируем, конечно, да, но делаем это средствами культуры. Частично есть такое грантовое финансирование, но оно очень маленькое на самом деле. Поэтому вот наша задача сделать так, чтобы все-таки площадка стала самоокупаемой. И мы постепенно, постепенно на это выходим. Название «Револьт-центр» пусть и созвучно Револьверу, а может даже это созвучи идеологически близко его создателям, но официально носит имя советского диссидента Револьта Пименова. Сегодня создатели центра всячески открещиваются от какой-либо политической деятельности, а финансовой основой называют пожертвования и личные деньги. Это частное средство. У этого помещения два владельца. Один из них я, второй Павел Андреев. Мы за собственные средства сделали это. Мы не ставим цели извлечения прибыли. Самоокупаемость без извлечения прибыли? Вы же, дружочки, как-то договоритесь между собой, нужны вам деньги от местечковых событий или нет. Впрочем, это и ежу понятно. Выйти на самоокупаемое за счет правозащитных донатов сегодня вряд ли возможно. Это долго, скучно, есть идеи покруче. А для чего вы назвали это? Потому что имя Револьта Пименова вообще имеет, я бы сказал, всемирную известность. Вот здесь есть возможность посмотреть на стене. Это фрагмент переписки Пименова со Стивеном Хокингом. Он просто реально недооценен. Ну а в самом деле, зачем здесь сразу три иностранных дипломата? Только ли память о револьте Пименове привела их сюда? Например, говоря об отношениях между Францией и Республикой Коми, Кристоф Манес не смог сдержать смеха. Очень рад, что сюда приехала. Это была для меня оказия приехать в Коми Республики. То есть, на самом деле, отношения между Республикой и Францией очень, несмотря на то, что есть парище во Франции и в Сыктывкаре, то есть, очень немногочисленные. И очень рад, что был случай и что я смогу познакомиться и с городом. Ну, раз контактов нет, кому и зачем тогда приехали иностранцы? Возможно, ответ кроется вот в этом документе. Нами он был найден на просторах интернета. Финансовая заявка от основателя револьт-центра Павла Андреева с товарищей на оплату медиапроектов в адрес Томаса М. Лири, теперь уже бывшего генерального консула США в Санкт-Петербурге, то есть официального представителя американского госдепартамента. Револьт-центр указан в документе как стратегический партнер. И что же мы видим? На что просят деньги блогеры Семерки? Значение проекта обусловлено ухудшением отношений между двумя государствами, что отражается и в СМИ. В противоположность негативному информационному фону государственной пропаганды, который усиливает конфронтацию между двумя странами, предложенный проект послужит укреплению отношений между жителями двух государств. Звучит вроде как безобидно, но действительно, а вдруг звезды так сошлись и пассивные активисты воспылали патриотизм? Бывает так? Ну, допустим. Дальше – больше. Проект предусматривает размещение на русском языке в сети интернет информационных материалов, проведение мероприятий на базе револьт-центра в городе Сыктывкар и Американского культурного центра в Москве. Завершается эта петиция с лейтмотивом «дайте денег» обязательством Павла Андреева выполнять требования федерального законодательства США. То есть что получается? Формировать тематику и актуализировать внутреннюю повестку предлагается людям из-за океана. Нагло и цинично. Ну а теперь к деньгам. В таблице обозначено 48 700 долларов. Много это или мало? Видимо, для российской провинции по заокеанским представлениям в самый раз. И теперь главное. Заявка на финансирование, как мы уже говорили, была адресована Томасу Лире. По странному стечению обстоятельств в Сыктывкар приехал именно он. Есть еще вопросы? Кстати, поговорить с американцем нам так и не дали. В открытом пространстве револьт-центра для нас он оказался закрыт. Индивидуальная встреча. Индивидуальные встречи. То есть те, кто хочет сотрудничать с револьт-центром, могут прийти и провести встречу с администрацией револьт-центра о возможном сотрудничестве. Однозначно утверждать, в Сыктывкар Томас Лире приехал обсуждать финансовый документ Андреева или поддержку всего движения, уж тем более говорить о том, привез ли он какие-то деньги, мы не станем. Но предположить вполне можем. Три акции активисты центра уже провели. По архитектуре, гендерной политике и юридической защите СМИ. Похоже, где-то рядом витает еще один иных конек. ЛГБТ. После демонстративных каминг-аутов в их среде затягивать с возбуждением этой темы представители центра, похоже, не станут. Сейчас короткая реклама, после которой мы продолжим. Плитки много здесь всегда. Приходите на ура! Ура! Керамика на Кутузова, 36. Звоните в 36-56-56. Когда вы родились, они были рядом. Вы росли, они заботились о вас. В болезни и здравии, в горести и счастье. Теперь их не стало. Это жизнь, но не повод забывать своих близких. Память о них в вашем сердце и сердцах ваших детей. Компания «Колер». Сохраняя память. Компания «Колер». Неделя началась с летних каникул и первого праздника лета – Дня защиты детей. Конечно, о детях помнят всегда, но лучшего времени для того, чтобы обратить внимание на их проблемы, просто не найти. Евгений Стокас о том, почему в детский праздник зачастую приходится затрагивать недетские вопросы. Лето, каникулы – первые по-настоящему солнечные дни. Июнь – это время детства. И детство бывает очень разным. В День защиты детей наш телеканал провел благотворительный марафон «Юрган детям», в рамках которого все собранные средства были направлены на лечение и реабилитацию подопечных регионального фонда «Сила добра». К акции присоединились партнеры телеканала, предприятия и коммерческие организации республики. Ровно в полдень у Сыктывкарской администрации развернулись развлекательные площадки для детей и их родителей. Была организована концертная программа с выступлениями столичных коллективов, а также благотворительная ярмарка. Благодаря продаже различных подделок и с помощью СМС-сообщений удалось собрать несколько десятков тысяч рублей. Как отмечают организаторы марафона, когда на чаше весов жизнь ребенка очень важна каждая копейка. Сегодня, конечно, каждый рубль позволяет рубль по рублю собирать суммы, которые спасают детям жизнь. Это не обязательно миллионы. Иногда бывает это 17 рублей, которые стоят лекарства, но это лекарство почему-то пропало в аптеке. И поэтому мы приглашаем всех участвовать в благотворительности. Это не обязательно должен быть фонд «Сила добра». Это должны быть какие-то добрые позывы от сердца на помощь тем, кто очень нуждается в вашем тепле. И неравнодушных людей оказалось очень много. Представители разных ветвей власти, избранные депутаты, артисты, активисты, бизнесмены – всех не перечесть. Судя по всему, благотворительность у нас в Коме становится делом таким же естественным, как и забота о наших собственных детях. Для тех, кто осознает, что нуждающимся детям нет куда ждать помощи, фраза «чужих детей не бывает» отнюдь не дежурная. С момента основания компании мы особое внимание уделяем подчительству именно детских домов, детских учреждений, фондов разнообразных, которые поддерживают именно детей, оставшихся в сложной жизненной ситуации. Я мало знаю бизнесменов, которые отказывают вообще в таких мероприятиях. То есть я думаю, что это долг и честь каждого. Очевидно, в республике с ее ненастной погодой в этот день эта площадка была наиболее притягательной. Горожане шли на звук динамиков Республиканского центра дополнительного творчества, который обеспечивал музыкальную часть акции. Я люблю боги-боги. Я люблю боги-боги. Я люблю боги-боги. Я танцую боги-боги каждый день. К слову, День защиты детей, первый день лета – один из самых старых международных праздников. Его отмечают во всем мире с 1950 года, почти 70 лет. С тех пор Организация Объединенных Наций объявила защиту жизни, здоровья и прав детей одним из приоритетов своей работы. По статистике, ежегодно количество детей в России и в нашей республике снижается, даже с учетом незначительных всплесков повышения рождаемости. Мы, по сути, беднеем на малышей. Но наоборот, возрастает число детей, оставшихся без попечения родителей. Получается, и рожают, и заботятся о детях, принимают на себя ответственность все меньше. Так что ценность каждого отдельного чада, пусть для мамы с папой она и так безмерная, растет и для всех остальных. Именно поэтому с детьми сейчас принято дружить, как это делают многие организации или даже политические партии. В этот день очень хочется пожелать всем детям отлично провести лето, хорошей погоды, хорошего настроения, набраться сил. Родителям хочется пожелать, чтобы они всегда отдавали своих детей в спорт. Раскраски, шарики, развивающие игры и другие сувениры. Партийцы Коми регионального отделения ЛДПР решили по-своему поздравить детей из Итывкарского микрорайона «Строитель» все с тем же детским днем. Есть первый шарик у нас! Взрываются три попытки! Международный день защиты детей хочется поспорить с известной фразой, которую часто говорят на автомате, ничего не вкладывая в нее. Фраза это «Дети – наше будущее». Так вот, каждому ребенку даны очень разные возможности, но совершенно равное право на счастье. Так что дети – это не будущее, нет. Их будущее решается уже сегодня, сейчас. Дети – это наше настоящее. Между тем, традиционным для Коми становится «Зеленый марафон» – большой семейный праздник, который проводят в республике Сбербанк. В этом году он прошел в третий раз и собрал не только любителей бега. Ведь для участников мероприятия результат не самое главное – получить заряд бодрости и насладиться моментом. Вот что важно. Анастасия Тюрнина была в числе марафонцев. Впервые за всю историю «Зеленого марафона» были устроены детские забеги. В День защиты детей юные спортсмены возрастом от 7 до 13 лет посоревновались в скорости и выносливости. Бегали хорошо, классно было. Все устали. Еще никогда так не бегала под дождем. 17 развлекательных площадок. Столько развернулось на главной площади республики в «Зеленый праздник» от Сбербанка. Заняться фитнесом, измерить индекс тела, поучаствовать в мастер-классах по баскетболу, катанию на роликах, волейболу и футболу мог каждый желающий. И участникам с каждым годом становится все больше. Особенно восхищается, что в такую погоду они остаются. Это самое классное, что погода им вообще ни почем. Тут главная атмосфера. Атмосфера есть, значит есть день, значит есть праздник. Это праздник спортивного духа, хорошего настроения. И я уже не первый раз убеждаюсь, что никакая погода на это повлиять не может. «Зеленый марафон» – это не только провек поддержку спорта. Еще здесь можно проявить неравнодушие и помочь. На празднике работал специальный пункт приема новой детской литературы для формирования библиотечного фонда Детско-республиканской клинической больницы. «Организация, я считаю, отличное представление для детей, какие-то мероприятия. Все классные». Вместе с Сыктывкаром на старт в этот день вышли еще 67 городов России. От Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Через Архангельск, Волокду и Сыктывкар марафонцы пронесли заряд бодрости и добра. Считанные дни остались до Дня России. Для Сыктывкара это двойной праздник. 12 июня здесь отмечают День города о том, что в программе празднования Анастасия Михайлова. Парад дружбы народов. С него начнется праздничная программа в Сыктывкаре. Красочная колонна трудовых коллективов и национально-культурных объединений города пройдет от перекрестка улицы Старовского по Коммунистической до Театральной площади. Именно там и дадут старт празднику. Творческую эстафету примут коллективы художественной самодеятельности города и участники 4-го городского фестиваля «Вия Козырек». Там же на Театральной площади развернется выставка ярмарка хендмейда. Параллельно праздник начнется и в парке имени Кирова. Впервые там пройдет открытый чемпионат по настольным играм «Другие игры». Оценители инструментальной музыки смогут насладиться звучанием лучших духовых оркестров Северо-Запада на региональном фестивале «Дух Севера», который начнется в 12 дня. Приезжают шесть прекрасных оркестров духовой музыки с Северо-Запада России. Это серьезные музыкальные коллективы. Они приезжают с интереснейшей программой, с интереснейшим репертуаром. Режиссерско-постановочная группа готовит несколько режиссерских сюрпризов. Поэтому мы всех ждем. Кировский парк порадует и любителей кинематографа. Ведь в рамках Дня города стартует шестой фестиваль уличного кино, на котором зрители смогут посмотреть лучшие краткометражные фильмы России за последние два года. Стефановская площадь в праздничный день станет общегородской спортивной площадкой, куда съедутся сильнейшие спортсмены России, призеры и победители различных соревнований по силовому экстриму. Будет на что посмотреть и даже попробовать свои силы в различных видах спорта. А уже в 17.00 начнется регистрация участников акции «Велоночь-2019». Площадку возле городского бассейна под часами займет второй молодежный фестиваль культур «Гажа-движ» с площадками «Арт-движ», «Техно-движ» и «Дарк-движ». А на площадке возле дома быта в третий раз пройдет фестиваль «Ворскар». Он объединит людей всех возрастов и интересов, которые очень любят настольные, подвижные, интеллектуальные и другие игры. Ярким завершением праздника станет выступление на театральной площади города «Певицы Ёлки». 12 июня мы с вами встречаемся на театральной площади в 8.00. Не опаздывайте. Горожане ждут этого концерта. Причем это будет не просто концерт, это будет шоу с определенными техническими новинками. И певица едет не одна, а с коллективом живых исполнителей. То есть это будет концерт вживую, 14 человек на сцене. Программа праздника на 12 июня обширна. Жители и гости столицы разных возрастов найдут себе развлечения на любой вкус. Подробный план мероприятий можно найти на сайте администрации города. У вас еще есть время, чтобы ознакомиться с программой и подобрать свою линию празднования. В то же время спортивная школа «Северная Олимпия» получила возможность по-новому подойти к подготовке будущих чемпионов. А все благодаря победе в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл». В прошлом году нефтяники помогли с покупкой коньков для дошколят. А в этом для взрослых. Павел Королев знает подробности. Ни для кого не секрет, что чем раньше дети начинают заниматься спортом, тем больше шансов у них стать успешными профессиональными спортсменами. Однако будущим спортивным победам могут помешать финансовые трудности. Зачастую родители 4-6-летних малышей не могут купить дорогостоящий спортинвентарь для занятий. Мы ничего не выдавали. Даже на прокат у нас работает только на массовый прокат коньков. Сейчас мы закупили 15 пар фигурных коньков, потому что выиграли Луколовский грант. То есть мы подписываем с каждым родителем договор, где прописано, что мы полностью отдаем конечки. От них только по выходным, значит, посещение занятий. Всего для занятий дошколят на льду в Северной Олимпии было закуплено 15 пар хоккейных и 15 пар фигурных коньков, а также 4 специальных приспособления, так называемые помощники фигуристов. Как отмечает тренер, с помощью них малышам проще удержаться на льду, и обучение проходит намного быстрее. Приятно удивит посетителей Северной Олимпии цена занятия. Благодаря гранту появилась возможность сделать скидку. Так, разовое посещение отныне будет стоить всего 150 рублей. Родители уже успели оценить новшество, которое помогает сэкономить лишнюю копеечку в семейном бюджете. Буквально за месяц я вижу, что успехи, в принципе, неплохие получаются. Вообще стоять неумело поначалу. Сейчас уже выполняет все упражнения, старается. Такое материальное подспорье со стороны Паулу Койл позволило Северной Олимпии объявить дополнительный набор в группы по хоккею и фигурному катанию. После летних каникул уже в августе начальная группа продолжит свои занятия. Как отмечают тренеры, в дальнейшем у малышей есть возможность попасть в секцию на бюджетное место. А это, в свою очередь, послужит крепким фундаментом будущих побед. Такими были детали этой недели. Увидимся на следующей. До встречи.